МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как Женька? Пришёл в себя. Всё время плачет. Поездка в полицию пришла. Видел? Тебе уже двенадцать. И на допросе будешь один. Знаю, па. Прости. Слушай, а давай на выходные на рыбалку махнем? В Осокино. Да и дом надо проверить. Давай. Это ты сейчас так говоришь. А потом скажешь, дела. Замют она. Ну, вернёшься обратно в магазин. Медсотрудники. Позарез нужны. А хочешь новый магазинчик администраторов, а? С моей математикой разорю тебя сразу же. Это точно. Беру свои слова обратно. Нет. Возвращайся ты к своему олигарху. А что? Будешь личной переводчицы. Ну, хватит киснуть, а? Как ты там говоришь? Темно только ночью. Одень. Оп. Будет светлым. Музыка тебе нужна. Пора заняться, раз сама тормозишь. Нет, Липа. Вот только этого мне ещё не хватало. Ну, нет. Ну, нет. Нет. Конечно, нет. Конечно, нет бабе милодиночеству. Ну, как же вы, не проверив, устраиваете людей на работу? Тем более, вот в общеобразовательное учреждение. Паспорт мы проверили. Всё оформили. Всё как положено. Ну, паспорт и адрес регистрации – это же не фактический адрес проживания. Так любого преступника можно трудоустроить. Может быть, Алена, я не знаю, успела подружиться с кем-то в коллективе. Вряд ли. Выскочка. У нас таких не любят. Спасибо. Вопросов больше нет. Цветы для Елены Потёмкиной. Ой, какая красота. Для Елены Потёмкиной? А кто это? У нас такая не работает. Быть не может. Это же стройсервис? Ну, да. Ну, тогда точно у вас работает переводчица. А, переводчица. Так мы её из агентства вызывали. Она у нас в штате не состоит. А от кого цветы? Карточка есть, да? Угу. Из какого агентства? Направление, куда лыжи двигать. Подскажете? Подскажу. А, то есть, нет, не подскажу. Она же сама по себе. Она не из агентства. Ну, ладно. Тогда цветы я доставил по адресу. А поиски в мои обязанности не входят. Распишитесь. До свидания. Хм, тут по-амблизке. Софья, у меня не будет пару часов, поэтому ни с кем не соединяйте меня. У вас появился поклонник. Я вас поздравляю. Если бы. Это не мне, это вашей переводчице. Почему-то сюда прислали. А зачем же вы читаете? Так, тут по-английски. Я все равно ничего не понимаю. Просто я не знаю, где ее искать. Зато я знаю. Она уже неделю как не работает. Вернулась к Кузе. Кто? Ну, Кузьмичева. А что ты раньше-то не сказал? А ты меня спрашивал? Зачем она тебе? Ну, так надо кое-что передать. Где ее искать-то теперь? Ну, она, наверное, в магазин опять подалась. Куда? В магазин. Ладно, разберемся. А что, это так важно? У тебя уроки закончились? Да. Вот давай, дуй за рюкзаком, я тебя в машине жду. Здрасте, Илья Николаевна. Ой, как неожиданно. Да, согласен. Это вам. Спасибо. А, это тоже вам. Спасибо. А вы что, решили курьером подработать? А вы, значит, в магазине работаете, да? Смешной этот Питер. На свидание приглашают? Практически. Попросил устроить обзорную экскурсию по городу. Пойдете? Пойдете. Понятно. Желаю удачи. Спасибо. Знаете, у меня тоже к вам встречное предложение. Ну, поскольку мы таки заключили контракт, теперь мне потребуется переводчик на постоянной основе. Пойдете? Или будете коробочки перекладывать? Их тоже нужно кому-то перекладывать. Да. Ну, в общем, где искать, вы знаете. Только не затягивайте долго. Вы не единственный переводчик в этом городе. До свидания. До свидания. Никита, догоняй. Как Женя? Жив. Постоянно учет говорить только можно. Почему вы не рассказали отцу об этом случае? А ты хотел прославиться? Прости, я не знала. Спасибо. Что? Ты на нее запал, да? Ну, что за ерунда? А что? Она ничего такая. Много ты понимаешь. Пристегивайся давай. Сначала домой завезу, а потом уже на обед поеду. Готов? Поехали. Липа. Липусяо. На, закусывай, Ромео. А то до чередной музы не дойдешь. Я с вами. Никого у меня нет. Да. И вообще я у тебя остаюсь. Надоело все. Во! Ну, милый, сам сбежал. Чего уж. Да. Добрый вечер, извините, пожалуйста. Добрый вечер. Да. Боже мой. Олигарх. И да, и нет. Это кто? А, потом. Блин. Валентин Николаевич. Муж музы. Мой крест. Иди на место, а. А? Нежки. У вас глаза добрые. Повлиять, пожалуйста, на Липу, чтобы я у нее остался. Уйди, а. Пропадаю. Блин. Все, все, все. Прости меня, ради Бога, я не знала, что у тебя кто-то есть. Мне жутко неудобно. Неудобно одевать штаны через голову. А он любит прикидываться бедной овечкой. Видать, где-то обломилась, и вот сюда приперся. Очередной рецидив. Липуся. Иди. Липа, я к тебе увлекусь. Липа. Я сейчас ему вызову такси, и ты мне все расскажешь. Липа. Иди. Все. Все, давай. Садись. Я не могу. Все. Садись. Я тебя люблю. Иди. Ух. Я. Липа. Я тебя люблю. Боже, ты мой. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Сидеть. Я тебя люблю. Уезжайте, Христо ради. Ух. Опять снова здорова, а? Бросаешь меня? Я еще не решила. Не решила. Завтра сутрица в парикмахерскую, потом в магазин, и надо тебе новую одежду прикупить. Жизнь не каждый день пряники разносит. Пользуйся. Ну, как? Все устраивает? Более чем. Надеюсь, на совете ты сумеешь удивить бывалах? Есть какая-нибудь задумка? Разумеется. Работаю над этим. С разводом надо поторопиться. И оформить серийные отношения. Иначе ребенка придется записать на фамилию этого волосатого рокера. Будь он трижды не ладен. Я просто не могу найти Елену. Мой одноклассник, он занимается частным сыгском и никак не может разыскать ее. Да она же не иголка вся. Ну, ладно. С разводом я помогу, а без детей вас разведут заочно. Давай другу отбой. Привет, новость есть? Да не могла же она в воздухе раствориться. Нет, никогда у нее не было банковской карточки. Говорю тебе, не было. Я ей деньги выдавал наличными. Да какая разница? Слушай. Ладно, зря я к тебе обратился. Только время потратил. Идиот. Где же ты чертова баба? Привет. Привет. Милый мой, с повышением тебя. Отличный планшет, чтобы все твои гениальные мысли и планы были в порядке. Спасибо. Ты не рад? Да нет, очень. Модная ей нужна штучка. А я сегодня получила свидетельство о разводе. Теперь твоя очередь. Конечно. Это? Спасибо. Пожалуйста. О, Лен. Слушай, уже неделя прошла, а ты все в магазине шаландаешься. Смотри, Егоров передумать может. Лип, если я тебя не устраиваю как работник, ты можешь меня уволить. Да, меня не устраивает. Меня не устраивает, что ты свои лучшие годы проведешь соломенной вдовой. И хватит думать о своем кабельеру. Может он уже о тебе забыл. Да, кстати, на днях к нам придет гость. Племянник Валентина. Лип, я же тебя просила. А что будет, если ты познакомишься? Ну, Геннадий не понравится. Найдем тебе кого-нибудь посолидней. О, например, вот такого. Посмотри, у него же на албук написано. Мужик. Приветствую вас, Елена Николаевна. Вы мне очень нужны. Здрасте, Николай Дмитриевич. А что нужно? Ага. Иди, снимай. Так, идемте. Приказ на Елена Николаевна готов? Очень хорошо. Пусть бухгалтерия выпустила нас. А вы подпишите бумаги и ко мне. Спасибо. Надеюсь, мы подружимся. Надеюсь. Да-да. Да-да. А вы всегда решаете из-за других, что им следует делать? Только в тех случаях, когда я вижу, что человек принимает ошибочное решение. Вот замечания наших американских партнеров. Надо их срочно перевести. Потому что они сегодня вечером улетают. Хорошо. Где я могу поработать? Можете прямо здесь. Присаживайтесь. Спасибо. А я вас оставлю ненадолго. Спасибо. Ну, что там? Все серьезно? Все в порядке. Нет, все в порядке. Они просто попросили пересмотреть устройство внутреннего дворика и добавить туда фонтан и детскую площадку. Интересно. Отлично. Пообидуем сегодня вместе? Я уже столько в ресторане заказал. Я не думаю, что это хорошая идея, Николай Дмитриевич. Господи, сколько же тут калорий, а? Вот скажи, как с этим потом бороться? Может, и прочим, нашему нравится небесное создание. Какое ему дело до моей фигуры? Не скажи. Он здесь ни разу не обедал, а сегодня притащился. Уже все глаза от тебя стер. Непонимаем. Что ты нашел в этой замухарышке? Отличного специалиста. Это ты сыну расскажи. Я же вижу, как ты ее взглядом раздеваешь. Раздеваешь. Так, перестань, хватит. Ешь давай. Не зря от него жена сбежала. Теперь нашел идеал подстать себе. Тише. Вы кого-то ищете? Да, мне нужен юрист. А, Павел Петрович, я провожу вас. Спасибо. Может, на ты перейдем? Можем. А, что это у тебя? Николай Дмитриевич просил передать юристу. А, очередной откат бывшей женушки. Развелись два года тому назад. До сих пор делят компанию. Думаю, хочет вернуться к нему. Меня не интересует личная жизнь начальства. Куда? Хорошо. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Я не собираюсь больше в этом участвовать. Вам, Павел Петрович, деньги не нужны? Простите, можно? Ну что ж, совершенно с вами согласен. Современная молодежь обязана отдать долг родине. Только в армии мальчик может стать настоящим мужчиной. Вы настоящий гражданин и заботливый дедушка. Прошу. Спасибо. Слушаю вас. Николай Дмитриевич просил подготовить документы и отправить их сегодня. Это все? Да. Извините. Лена. Привет, Питер. Кажется, мои цветы не сделали тебя счастливой. Нет, они были чудесные, мне очень понравились. Я должен быть откровенным. Я должен сказать тебе, что после нашей встречи с тобой я не могу больше жить без тебя. Выходи за меня. Я ценю твое внимание. Я уважаю твои чувства, но я замужем. Прости меня за мою настойчивость. Ты можешь рассчитывать на меня. Доверься мне. Ты будешь иметь все, что ты хочешь. Я знаю, ты рассталась со своим мужем. Пожалуйста, не говори «нет» сейчас. Я готов ждать тебя вечно. Ты можешь спрятаться от кого угодно, но только не от себя. Могу я хотя бы тебе писать? Мы будем работать вместе. Я прошу вас, не упоминайте больше об этом никогда. Я уважаю ваши чувства, но я должна сказать вам «нет». Спасибо вам большое. Извините. Ну, я не понимаю, почему ты считаешь, студенцы не рентабельны? Далековато от города. Дорога одни колдобины. Да сейчас каждый второй мечтает убежать из города, а дорогу мы проложим. Ты видел какие-то мазёры? Это тебе не лужи с писающими мальчиками? И пока что можно взять за копейки. Я прошу прощения, что вмешиваюсь, но я видела фотографии на сайте. Они очень формальные. Такое ощущение, что сделано на бегу. Можете лучше. Сделайте. Могу. Я занималась фотографией. Эти ваши студенцы далеко от города находятся. Я на автобусе смогу доехать? Зачем же на автобусе? Мы вместе поедем. Я сам хочу во всем разобраться. Понимаешь? А в воскресенье вас устроит? Хорошо. Раздеваешь? Раздеваешь. Здрасте, папа. Леночка, а Николай Дмитриевич уже ушёл? Я телефон забыла. А, счастливо. Угу. Так. Угу. А поскольку, это перерыв. Было. Угу. Более. 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 Ты все еще здесь? Я же просил тебя уехать, не светиться. Все, все. Как знаешь, я умываю руки. Здрасте. Ботенкина, вы что здесь забыли? А я телефон забыла. Пришла забрать. Представляете? Да я вот тоже где-то свой посел. Думал, Николая оставил. Надо же, оказывается, он мне в кармане. Здорово, нашелся. Ну ладно, до свидания. Глена Николаевна, садитесь, я вас до дома довезу. Мне как рад с вами сегодня по пути. Ну садитесь, я опаздываю. Николай Дмитриевич. Знаете, у меня к вам предложение. Давайте в неофициальной обстановке перейдем на «ты». А то мне жмут эти отчества и выкони. Ну если они вам действительно жмут… Да. Тогда давайте. Вот и хорошо. Ну а в таком случае я предлагаю закрепить это соглашение бокалом хорошего вина. Мне кажется, вы торопитесь. Да? Ты же хотел мне что-то рассказать. Тем более у Никиты сегодня баскетбольный турнир допоздна. Я думаю, он поймет, если я задержусь. Так вот, как раз Никита, наверное, больше всего хотел бы, чтобы ты приехал к нему на турнир. Тогда поедем вместе, да? Хорошо. Не ожидал я от Никиты такой прытья. Думаю, ну пусть ходит в секцию, ладно. Главное, чтобы он по улицам не шлялся. А тут на тебе, смотри-ка. Я думаю, вы о многих его талантах еще даже не догадываетесь. Лена, помнишь, мы договаривались на «ты»? А, «ты»? Вот. Привет. Привет, чемпион. Понравилась игра? Ты был просто великолепен. Да. Только есть одна маленькая проблемка. О, здравствуйте, Елена Николаевна. Здрасте. Привет, девочки. Как поживаете? Все хорошо, как вы. Нормально. Отлично. Возвращайтесь к нам. Ну, пожалуйста. К сожалению, не могу, но я очень рада вас видеть. Мы тоже. До свидания. Счастливо. До свидания. Пока. До свидания. Пока. Так вот, есть одна маленькая проблема. Как ты будешь ездить на чемпионаты, если ты не знаешь английский? Наверстаем. Молодец, это правильный подход. Да, и кстати, я вас приглашаю в обалденную блинную. Настоящая русская кухня. Тоненькие блинчики. Кружевные. Пироги. Растяги. Ай. В общем, ум отъешь. Сама тут не принимается. Это приказ. В машину давай. Давай, давай, давай. Прошу. Поздравляю. Ты теперь в полном ажоре, брат. Тесть возьмет тебя под свое теплое крылышко. Все будет хорошо. Вот твое бабло и проваливай отсюда. Ай-яй-яй. Не камефо, Данила. Теряешь былой лоск. Сколько я за пиво должен? Двести рублей. Если встретишь эту дуру, попытай счастье снова. Ты ведь все-таки неровно к ней дышал когда? Вдруг повезет. Слав, двойной. Прошу. Спасибо. Ну вот, вот это я понимаю, поел. В ресторане главное разобраться надо. Что, тебя побросали в тарелку? Не нужно это сортировать и все в порядке. Ну ладно уж преувеличивать. Да нет же, так и есть. Они всегда из-за этого с мамой ругались. Она закажет суши, роллы, а он в мусорную корзину свою порцию. Мама всегда ему говорила, Никас, ты не отёсан ему желаю. А он всегда говорил. Хочу борща и сала. Дохлых рыб могу есть только на сытый желудок. Но я тоже люблю русскую кухню, потому что выросла в деревне. И давно там уже не была. Да, почему? Потому что ухаживала за парализованным свекром. Подожди, ты что, замужем? Нет уже. Наверное, не знаю. Спасибо вам большое за вечер. Все было очень весело. Я так давно уже не веселилась. Счастливо. Счастливо. Пап, с тобой все в порядке? Да, конечно. Ты слышишь? Меня тренер пригласил на сборы в команду. Ты слышишь меня или как? Конечно, слышу. Чего ты там говорил-то? Короче, я владел таким приемом. Через ногу, через ногу… Да, ну… Музыка. 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 – Коттеджного поселка. – Да. Главное, всю эту красоту не испортить. Нет, здесь будет зона отдыха, я тебе обещаю. А коттеджный городок дальше поставим. Правильно. Давай я тебя сфотографирую. Меня? Зачем? Красиво будет. Ну, давай. О, прости. Ну, вот так. Держи. Вот так еще. Николай Дмитриевич, не надо этого делать. Отвезите меня домой, пожалуйста. Да. Майор Рогов. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. – Я доложу. – Не беспокойтесь, мы с вами. Да. И предупредите сотрудников, чтобы находились на местах. Горохов, остаешься здесь. Я не понимаю, в чём меня обвиняют. Вы обвиняетесь в мошенничестве и в особо крупных размерах. Конкретно, квартиры в доме по улице Прохладной были проданы дважды через подставную ферму. Да это обред какой-то. У меня абсолютно прозрачная бухгалтерия. Ну, это мы проверим. Но факт и вещь упрямая. В ноябре прошлого года вы открыли фирму по работе с клиентами. А совсем недавно, в марте, Веста Плюс признала себя банкротом и объявила о самоликвидации. Веста Плюс. Да я впервые слышу об этой компании. Вы знаете, я подам встречный иск. Ну, имеете право. Но на договорах этой компании стоит ваша фамилия. И ваша печать. Иван Петрович, то, что нужно. А дайте посмотреть. Всему своё время. А вот, сопротивляетесь вы напрасно, господин Егоров. Это большая ошибка — ударить нашего сотрудника при исполнении. Уведите. Ну, Никита, посмотри. Дамы, а теперь разберёмся с вами. Значит, вы работаете в компании около месяца. Месяца три дня. Что вы знаете о фирме Веста Плюс? В первый раз слышу. Хочу предупредить вас о даче ложных показаний. Поправьте меня, если я не права. Егоров не преступник, а только подозреваемый. Ведь есть такое понятие, как презумпция невиновности? В случае с вашим начальником обольщаться не стоит. Только что были изъяты документы, которые подтверждают его вину. К тому же при обыске он вел себя неадекватно. Я закурю. Не стоит. Не выношу табачного дома. А что касается Егорова, то я убеждена, что здесь есть ошибка. Хранить компромат у себя же в кабинете — это глупо. А Егорова дураком не назовешь. Спасибо, Елена Николаевна. А все свои тезисы изложите, пожалуйста, на бумаге. Ну, пожалуйста, вы настигайте, зайди шут! Давай, либо подожди, давай! Давай! А тут быстрее, давай! Давай, давай, еще у меня? ПолУך Девина прир Nestops! Давай, давай, давай! Никита! Никит! Елена Николаевна, папа приедет. У нас сегодня турнир. Я так и знала. Никит, у папы серьёзные проблемы. Его арестовали. Но ты веришь, что папа честный человек? – Верю. – И я тоже верю. Это просто подстава. Такое бывает. Они всё проверят и его отпустят. А если нет? Всё будет хорошо. Ночевать поедешь сегодня ко мне. Правда, я живу на съёмной квартире, но хозяйка там, женщина, очень хорошая. Давай, иди одевайся. А может, вы понравитесь друг другу? Ей, видать, мужик попроще нужен. – Понятно. – Вон, вчера олигарху дала. Отворот по ворот. Так что есть надежда. Геннадий. Всё в твоих руках. Ты, главное, Гена, особо не умничай. Они этого не любят. Ну, и дурикам тоже прикидываться не надо. Она девушка образованная, серьёзная. Ну, страху нагнали. Может, мне сразу сейчас уйти? Угу. Ну, прожил холостяком ещё. Столько же проживу. Мужики, грустливые вы существа. Тихо. Идёт. Настройся. Добрый вечер. Это Никита Егоров. Здрасте. Липочка, ты же не против, если он у нас переночует сегодня? Лена? Гена? Лена Потёмкина. И что ты тут делаешь? То есть, получается, что Потёмкин нанял тебя, чтобы следить за мной. А Валентин привёл, чтобы женить. Валентин. Так и не догадаешься. Валентин же дядька мой непутёвый. Липу любит по сей день. Ну, путается, конечно, иногда с молоденькими поклонницами. Но любит только её. Не понимаю я вас, мужчин. Как можно и любить, и путаться одновременно? А ты не передумал жениться на мне? Ты это серьёзно? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Извини, это, наверное, дурацкая шутка была. Я не подумала. Прости. Подожди. Ты всё ещё любишь его? Скажи мне. Валентин. Валентин. Ну, давай я тебя посылаю. Ну, ладно. Фея. Мальчики, вам пора. Иди уже. Да, действительно, нам пора. Да иди ты. Липушка, ну что ты? Ну, давай я тебя останусь. Ты уверена, что твоему начальнику не понадобится моя помощь? Я надеюсь, что его скоро отпустят. Спасибо. Да. Сейчас. Это я. Если что, звони. Не говори Ботёмкину, что нашёл. Я люблю тебя. Спасибо. Спасибо. Бери его себе. Он тебя любит. Любит. Красивые слова он любит. Вот что. И ты его тоже любишь. Я вижу. Куда уж мне. Он мой первый мужчина. Стихи писал, цветами обсыпал. Вот и хватит его воспитывать. Давайте уже съезжайтесь и живите вместе. А я квартиру себе сниму. Я видела объявление в соседнем доме. Сдаётся однушка. Из чего удумала, затейница. А что, мне за Никитой следить нужно? А в его квартире я как-то не хочу. Эй, почерявый. Харе пыли месить. Простите, мужики. Не могу крышнуть это. Извините. Есть кто живой? Ну? Вдруг в Руси надо позвонить. Не имею права. Ну как? Ну подожди. Ну. Ну, подожди. Может, поешь? Я не хочу. Давай я сюда принесу. Гроши есть? Ну так, суть не было, сколько не жалко. Будет тебе счастье. Друг! Друг! Давай договоримся. Ну, очень нужно позвонить. Засунете деньги. Держи. Только пулей. Один звонок. Ага. Сейчас я быстро. Да-да-да. Алло. Алло, Никит, привет. Папа? Я у Елены Николаевны. Ты у Лены? А ты Лену можешь позвать? У вас. Алло, Николай Дмитриевич. Алло, Лен. Лен, ты слышишь меня? Слушай, свяжись с юроделом. Мне нужен адвокат. Ну, Павел, не отвечай. Да Гошин тоже молчит, черти. Николай Дмитриевич, послушайте меня. Не верьте Гошину. Помните, я вам хот… Алло. На. Павел Петрович, вас допрашивали? Да. В чем обвиняют Егорова? Квартиры на Прохладной проданы дважды. Через подставную фирму. Я ничего не знал. Ей-богу, ничего не знал. Ну, Павел Петрович, ну, вы давно знаете Николая. Вы понимаете, что он не вор. Он не мог этого сделать. Его просто подставили. Не знаю. Ничего не знаю. Павел Петрович, ну, вы же мужчина, в конце концов. Ну, давайте как-то поможем. Ну, нельзя же нюни разводить. Надо же попробовать что-то сделать с этим. Как вы думаете, Егошин мог все это провернуть за спиной у Николая? Почему Егошин? Потому что на днях. Я видела его в офисе, в конце рабочего дня, когда Егорова уже не было. Он сказал, что он забыл мобильный телефон, который был у него в кармане. Понимаете? Не понимаю. Это не наше с вами дело, Елена Николаевна. Я не советую вам в него соваться. Но вы у нас без году недели еще ни во что не вникли. Извините, я тороплюсь. О, ты что, еще не ложилась? Зря ты отказалась от Генкиной помощи. Он, конечно, бабник, как и его дядька. Но парень толковый. А я не отказывалась? Я просто хочу сначала с Егошиным поговорить. Зам Николая. Ума нет, как зовут? Ну, куда ты лезешь? Либо меня никто пока не увольнял. Поэтому сейчас я провожу Никиту в школу. И на рабочее место. Ты чего опаздываешь? Там уже шуршат во всю Динку допрашивают. Так, вышли. Девочки, вы слышали? Что? Павел Петрович. Что? Утром его нашли мертвым в парке. Женщина выгуливала собаку, а тут он на скамейке. И пустая бутылка из-под водки в кармане. Отравление? Да кто его знает? Говорят, жена его всю ночь у подъезда прождала. Еще бы! Он три года на инсулине, он диабетик, ему алкоголь вообще запретили! А кто об этом знал? Все знали. Я вчера видела, как он разговаривал с какой-то женщиной. И сначала он не хотел к ней садиться в машину, а потом все-таки сел. К женщине? У Попова? Это не то, о чем ты подумала. Игорь Петрович, я к вам. Мне некогда. Ладно. Десять минут. Николаю Дмитриевичу нужен адвокат. И что? Ну вы же его близкий друг. А вчера он, между прочим, не смог до вас дозвониться, потому что телефон ваш был недоступен. Близкий. Подставил меня по полной программе. Не беспокойтесь, ему будет предоставлен государственный защитник. Государственный защитник? Да что он сможет сделать? Нам нужно найти человека, который сможет доказать его невиновность. Невиновность? Ты знаешь, что на всех документах Веста Плюс стояла его подпись? Не может быть такого. Мы должны попробовать это доказать. Все объекты стоят. Щитокомпании арестованы. Ты понимаешь, сколько бабок мы теряем? Я поняла. Хорошо. Кстати, что вы искали в пятницу в кабинете у Егорова? Телефон. Решила в детективы поиграть? Смотри, не заиграйся. Теперь каждый день встречать меня будете, Елена Николаевна? Не злись, у меня от тебя дело. Ко мне? К тебе. Любой хороший адвокат стоит денег. Все папины счета заблокированы. Скажи, пожалуйста, ты можешь попробовать… Я уже звонила маме. И что она сказала? Она сказала, что лишних денег у нее нет, и она приедет меня забрать. В Англию? Я не поеду. А она может меня силой забрать? Понятно, нам нужен очень хороший адвокат. Но кажется, я такого знаю. А деньги? Найдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Яша, так стал принимать зачеты на дому? Нет, вы неправильно поняли. Я не студентка. Мам, это Лена Потемкина. Так это невестка Миши? Ну да. Очень приятно. Взаимно. Мамуль, свари нам, пожалуйста, кофе. Непременно. Сейчас. Спасибо. Леночка, ну я в курсе вашего скоропалетиного развода. Даниил приходил ко мне. Просил тебя найти, я ему отказал. Я был уверен, что это твое твердое решение. А Геннадий не отказал. Даниил считает, что он приобрел сокровище. Я тут кое-какие справки на них. Яков Семенович, меня не интересует личная жизнь Дани. Я к вам с просьбой. Давай попробуй угадать. Насчет работы? Нет. Мой знакомый, очень хороший человек, арестован. Нужно ему помочь. Нужна ваша помощь. Я обещаю, деньги я найду. Деньги, деньги. Ну зачем ты обижаешь старика? Я просто обязан оказать тебе эту услугу в память о Михаиле. Он же тебя боготворил. Яков Семенович, я не знаю, как вас благодарить. Спасибо. Давай только без сантимента потом сейчас расплачусь. Мамуль, спасибо тебе большое. Спасибо. Перестань, ты прекрасно выглядишь. Напрашиваешься на комплименты. Ой, не успокаивай меня. Я вон вся зеленая хожу. Ради того, чтобы потом заниматься этими памперсами. Ир, ну ты что? Это ведь наш ребенок. Твое и мое продолжение. Ты ведь сама так радовалась, когда узнала, что бери ее. Слушай, ну не надо этих красивых фраз. Я тебя прошу, ладно? Я с утра до ночи обнимаюсь с унитазом. Это только у тебя вон аппетит волчий. Хорошо. Если я перестану есть, тебе станет легче? Станет. Яков Семенович, ваши лекции по уголовному праву пригодились еще моему сыну. Значит, пошел по стопам отца. Похвально. Давайте-ка перейдем к делу, Иван Иванович. А вы кого представляете? Егорова, гендиректора Весты. Яков Семенович, ну при всем уважении к вам. В этом деле все доказательства вины Егорова налицо. Тем интереснее работать будет, Ваня. Пожалуйста. Я представляю вас по просьбе Елены Потемкиной. Боюсь, что она не сможет оплатить ваши услуги. Прошу вас беспокоиться только о правдивости ваших показаний, молодой человек. Да уж, молодой, да. Мне бы ваши годы, здоровья, да еще чтоб такая женщина, как Лена, за меня горой стояла. Ну да ладно. У меня к вам будет несколько вопросов. Постарайтесь отвечать максимально честно. Ну, во-первых, постараемся восстановить в памяти все подробности строительства на прохладной. Возможно, были какие-нибудь непредвиденные обстоятельства? Да не могла я ее уговорить остаться. У меня что, места не хватило бы для пацаненка? Бегает целыми днями по адресам этих дольщиков, собирает оплеухи. Все просит их подтвердить, что они не были знакомы с этим… С Егоровым. Ну, с Егоровым. А мне она почему не позвонила? Ты ее спроси. У нее же на все своя отговорка. Сами с усами. Сасус. Курица горит. Слушай, Гетка, оставайся на ужин. Сейчас Валя придет. Да какой ужин? Ты мне скажи, в каком подъезде у нее квартира? Третий, но вроде ее сейчас дома нет. Там, по-моему, Никитка один. Я понял. Ладно, пойду посмотрю. Вале привет передавай. Ага. Что? Что надо? Здрасте. Я бы хотела поговорить с Иваном Сергеевичем Колосковым. По поводу? По поводу Николая Дмитриевича Егорова. Он сейчас в СИЗО. Да и правильно. Надо было сразу эту сволочь закопать. Нет, вы не понимаете. Его подставили. Его именем воспользовались. Если его посадят, то настоящие аферисты будут по-прежнему обманывать людей. Я в долги влез. Живу по-прежнему с тещей. И сдохну здесь, в этой квартире с ней. А он, знаешь, жировать будет. Катись отсюда! Катись отсюда! Диэй-да-да! Помогите! А, тяжелая рана. В отделении поговорили. Спасибо, доктор. Все, спасибо. Пожалуйста. Да залазь ты. Ты мне жизнь спас. Как ты здесь оказался? Гордеев попросил за тобой приглядеть. Вам придется проехать с нами для дороги. Удачи по катанию. Все потому, что не надо совать нос туда, куда не просят. Если бы не я, вы бы этого Джека-потрошителя еще лет десять ловили. Не смешно. У него на счету таких, как ты, красных шапочек человек пять. И учтите, всех заказывали. Елена, ты понимаешь, на что ты спровоцировала преступников своим вхождением в люди? Ну, а если бы Геннадия рядом не оказалось? Я больше не буду, Яков Семенович. Но зато я теперь знаю описание внешности к менеджеру Веста Плюс. И номер ее мобильного телефона. О, женщины, глупость во миме. Телефон давно заблокирован. А описание внешности — это еще не фотография. Зато одна клиентка вспомнила, что ее зовут Ангелина. И что она слышала, как та ругалась с кем-то по мобильному телефону на английском. Это интересно. Она что-нибудь поняла? К сожалению, она не знает английского. Да откуда она знает, что это английский? Это может быть немецкий или там японский вообще. У Галины есть внук, который играет в компьютерные игры и очень часто выражается по-английски. Нецензурно. Значит, мы знаем, что менеджера Веста Плюс зовет Ангелина. И что она с кем-то ругалась на английском языке. Ну, вероятно, не с мужем, если он у нее только не англичанин. Подождите. Деньги дольщиков Веста Плюс ушли через брокерский дом «Гелиос». А где находится их главный офис? Все правильно. В Манчестере. Ну что ж. Это аргумент. Значит, мы можем поговорить о залоге? Леночка, больше никакой самой деятельности. Поняла? Спугнешь ворон — сокол твой останется за решеткой. Паша никогда не вдавался в подробности, когда рассказывал о работе. Он Весте проработал десять лет, а Колю он всегда хвалил. А Егошина как он рекомендовал? Егошин? Он только через два года после учреждения компании стал компаньоном Егорова. И Паше он сначала не понравился. Почему? Считал его несерьезным, легкомысленным. Но позже ваш муж переменил о нем мнение. Да. Егошин оказался очень решительным человеком в вопросах бизнеса. Коля тогда развалился в семье, он отошел в отдел, а Егошин сумел спасти компанию. А что вы можете сказать о жене Егорова? Вы с ней не общались? Мало. Анжела очень высокомерная дама. И вы знаете, она после развода прецедовала на долю в компании. Она замучила адвокатами, Паша с ними боролся, замучила звонками. Вот как? И с какой целью она звонила? Понятия не имею, но кровью она очень много попортила. Вы знаете, я даже не знаю, имеет ли это факт какое-нибудь значение, но год назад как раз на день рождения у Паши в компании произошло ЧП. Пропали все договоры долевого строительства. Егоров тогда был в Новосибирске, документы пришлось восстанавливать, а Егошин уволил Пашу. Это очень интересно. Егоров вскрыл этот факт. Но вы знаете, что самое интересное, документы нашлись потом. Помощница Пашина переложила эти документы в другой сейф. Егошин извинился перед Пашей, даже возместил моральный ущерб. Мы даже сумели купить квартиру. Мы раньше ютились в сорока метрах, втроем вместе с сыном. А что помощница? С ней можно пообщаться? Вы можете дойти координаты? Помощница общается уже с Пашей. После того, что случилось, через два месяца Оля отравилась. Ее не смогли откачать. Да, по-моему, из-за несчастной любви. Я не знаю. Молодежь. Софья Игоревна, добрый день. Я адвокат Николая Дмитриевича. Яков Семенович Гордеев. Да, это ужасно, ужасно. Я, я поверить не могу. Проходите, присаживайтесь. Софья Игоревна, вы можете помочь Егорову. Ну, конечно, если захотите. Да я уже все следователю рассказала. А может быть не все? Мне стало известно, что около года назад некие документы пропали, а потом нашлись. Ну, это же было обычное недоразумение. Ну, я вас ни в чем не обвиняю, поверьте. Скажите, а на этих документах стояла подвесь Егорова? Да, конечно. А на новых документах? Да. Николай Дмитриевич, как вернулся из Новосибирска, сразу все завизировал. А что стало с другим пакетом документов? А его Павел Петрович забрал. Он сказал, что сам разберется во всех юридических проволочках. Понятно. Вопросов больше нет. Благодарю. Скажите, а в кого была влюблена секретарша Попова? Ну, та, которая отравилась? Ну, вы же, конечно, в курсе. Да все были в курсе. Она с самого первого дня, как к нам устроилась, глаз не сводила с Егошиной. Ну, по-моему, ей повода не давал. А может, вы ее просто не замечали? А Гена дело говорит. Ну, какая себе торговка, а? А он мужик. Если что, корочкой помашет. Да я вообще считаю, что дом продавать не стоит. Ну, если Егоров ни при чем, его и так скоро отпустят под подписку. Скоро? Скоро. Его уже две недели там держат. Они виновного человека сутки не имеют права в камере держать. Видишь, она уже все решила. Я ей денег предлагаю, а она отказывается. Подумайся, это отчий дом. Вы мне очень помогаете, но я не могу взять у вас денег. А бабушка с дедушкой меня поддержали бы. Все, все, все. Ладно, когда едем? Я хотела сегодня вечером. Хорошо. Лип, Никиту можно у тебя оставить? Да, не вопрос. Но есть один уговор. Пожалуйста, свое тынц-тынц-тынц, пусть слушает в наушниках. Можно я пойду с вами? Ну, вы попадете в какую-нибудь новую историю. А кто будет ходить в школу? А… Ники, сыночек. Мама, ты приехала? Так быстро? Мы же сегодня утром только. Я тебя умоляю, Ники, но мы же живем в двадцать первом веке. Как же я соскучилась. Мой хороший. А, мам, познакомься. Это Елена Николаевна. Папин переводчик. Я сейчас живу у нее. Спасибо. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Пойдем, я тебе столько подарков привезла. Только, я думаю, вам имеет смысл сообщить Николая Дмитриевича о ваших планах на Никиту. Но, я думаю, я решу это без вас. Спасибо. Мам, ну я не хочу уезжать. Мы поговорим об этом дома. Без посторонних. Тот факт, что документы оформлялись вторично, подтверждают ваши сотрудники. В частности, секретарша. Лена видела, как ваш зам искал что-то в шкафу в вашем кабинете. И уже все-таки Егошин. Мы же с ним, с института вместе. И, кстати, Егошин отрицает свое участие в этой афере. Действительно, ни на одном из документов нет его подписи. Очень умно обставлено. Но у меня есть для вас и хорошая новость. Мне удалось договориться о залоге. У меня все счета заблокированы. Можете не беспокоиться. Елена Николаевна настоятельно отказалась от чьей-либо помощи. И все оплатила сама. Откуда? Можете спросить у нее сами. Она ждет вас на улице. Я могу прямо сейчас идти? Ну, не совсем. Остались некоторые формальности минут на двадцать. А дальше идите домой. Сын. Здравствуй. Привет. Пойдем. Ну, и где ты деньги взяла? Дом продала. Тихо. А. Дом продал. Так, ну и кого тут хороним? Доктор, он в коме. Почему он ни на что не реагирует? Что с ним вообще будет? Да нет, это не кома. Успокойтесь. У него просто сильное сотрясение, понимаете? Ну, организм, как говорится, молодой, крепкий. Я даже не сомневаюсь, что он справится. Мы ввели снотворное, поэтому пациент просто-напросто спит. Вот только нога… А что нога? Перелом сложный. Возможно, останется хромота, но к утру должен прийти в себя. Возвращайся. Возвращайся. Музыка Музыка Ильяна… Ильяна… Что это? Нет, ты читай, читай! Учти, мне такой пиар не нужен. Дочь у меня одна, хоть и дура, а родная. Ну, я не давал интервью, я не знаю, откуда они это взяли. Решай что-нибудь, будь мужиком. Или порви отношения с Ириной, или идите в ЗАГС, чтобы эти бульварные шавки захлебнулись наконец. Если жену не можешь забыть, так переверни город, область, страну. Будь мужиком. Иначе везде опоздаешь. Будь мужиком. Иначе везде опоздаешь. Ну, Грак, ты когда прилетел? Ночным рейсом и сразу к тебе. А ты где разгуливаешь? А зачем ко мне? Мы абсолютно чужие люди с тобой. Не скажи. У тебя есть кое-что мое. Вообще-то, это кое-что как-то с самого начала тебя не интересовало. Знаешь, я подумал и решил, что сейчас самое время. А то, что мы уже не муж и жена, это о чем-то тебе говорит? Какая разница? Ты любишь меня. Я люблю тебя. Мы записали новый диск. Просто улет. Теперь я могу исполнить любой твой каприз. А печать в паспорте — это всего лишь клякса. Пойдем. Ты дурак или притворяешься, а? Я замуж и выхожу. Значит, это правда. Я не поверил. Подумал, это журналюги все придумали. Жень, ты прости меня, конечно, но я, может быть, впервые в жизни поняла, что значит быть любимой женщиной. А он знает о ребенке? Знает. Он думает, что он от него? Ладно. Передавай привет своему рогоносцу. Значит, вы утверждаете, что дубликатами документов занимался умерший господин Попов? Именно. Я не имею к этому проекту никакого отношения. А с женой Егорова вы знакомы? Ну, естественно. Ненасытная прорва. Не знаю, может, Николай это дельце провернул из-за нее, чтобы откупиться. Это все возможное. Странно, что он не посвятил вас свои планы. Вы ведь старинные друзья. Скорее, приятели. Вообще, Егоров не так прост, как кажется. Может, у Ли человека ни стой, ни сего. Мы с ним часто конректовали на этой почве. Угу. Здрасте. Здрасте. У него там жена и сын. Я тогда подожду где-нибудь. Да, посиди. Посиди, я пойду покурю. Спасибо. Привет, ребенок. Привет. Чего, опять ругается? Мама требует, чтобы он подписал разрешение на мою выезд за границу. А ты не передумал? Ну, пойдем. Давай, пойдем. Здравствуй. Здравствуй. Я хотела купить вареники с вишней, но их не было. Поэтому купила с творогом. Здорово. Ух ты. Спасибо. Никита, помогай. Держи. А я смотрю, у вас уже все по-семейному. М-м, вкусно? Егоров, не думай. Я не отдам тебе сына. Рядом с тобой он вырастет таким же неудачником. А может, меня кто-нибудь спросит? Хочу я уезжать или нет? Ты ничего не понимаешь. Держите. Пойдем. Пойдем. Давай. Главное — это твое решение. А сейчас не зли, оно все-таки твоя мама. Давай. Пойдем. Ники. Проходи. Спасибо. Кидай. Какая у тебя шикарная библиотека. Хозяйка работы нет книжного, книг много. Только вот дочке они не пригодились. Всегда завидовала людям, у которых есть время на книги. У меня такого времени не было. Вот, обещала себе прочитать полное собрание Чехова. А вот, сын и не там. Ну вот, есть целое собрание сочинений. Можешь почитать, время есть. О, я теперь счастливчик. Да. Вот, бездоменный, разорен и хромонок. Хромонок. Да. Ну, все-таки, мне кажется, хорошо, что ты не поехал домой. Ну, это не мое решение. Анжела просто имеет право находиться рядом с сыном. А я физически не могу быть с ней рядом. Поэтому огромное тебе спасибо, что ты вот меня приютила. Ну, и где ты болтаешься? Нет, я понимаю, подруги, это святой. Но ты бы лучше о ребенке подумал, а не как по кабакам шлятся. Сиди там, я сейчас за тобой приеду. Кого еще чёрт несет? Здорово, держи. Поставь его глаза. Ты не ошибся, друг? Да нет, ты Данила? Вообще-то, Даниил. С кем имею честь? Да брось, обо мне сейчас все глянцевые журналы пишут. Кстати, твой вестник тоже собирается делать статью. Ирка, поедем? Может, он и забыл про тебя уже. Сколько ждать здесь будешь? Надо, значит, буду ждать. Ну и дура. Поехали, последний раз предлагаю. Подброшу тебя до дома. А с чего ты взял, что она вообще собирается с тобой разговаривать? Да потому что она меня любит. Я успешный, настоящий мужик. Понимаешь? А не какой-то там гламурный тип, а мужик. Визавет, да? Да, конечно, без обид. Только мужик-то опоздал. У нас не будет ребенок. Это мой ребенок. Что? Ты хочешь признать моего ребенка? Что ты сказал? Не заводись-то, я с тобой драться не собираюсь. У меня съемка завтра. Она из Германии уже уехала беременной. Я отпустил ее. Думал перебеситься, сам понимаешь. Из-за ерунды. Упускать такой контракт. Я не идиот. Приехала она домой, а тут ты нарисовался. Такой весь домашний, правильный. Вот она и решила мне насолить. Так вот, значит, когда? Ну да. Ну, спасибо тебе огромное. Что ты не очень-то ко мне торопился. Уйди с дороги. Даня, Дань, что случилось? Ты же этого не сделала, скажи мне. Я всегда делаю то, что считаю нужным. Все будет нормально. Даня, Даня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не хотел разбудить, сейчас, сейчас Просто сквозняк и можно заболеть, вот Спасибо 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 И вообще, что ты раскомандовался-то? Без меня ты не получишь ни цента Ах ты стерва Надеюсь, ты не думаешь, что я такой лох и не постелил соломки? Собирайся живо! Я сам тебя отвезу в аэропорт, рейс через три часа Я никуда не поеду, пока не увижу Ника Ты не понимаешь материнских чувств Ты только одно чувство испытываешь, жажду бабла Ты же знаешь, пока Ника с тобой, тебе все принадлежит Квартира, счета Сволочь Сволочь Я тебя ненавижу Как даже это кончится все Скоро Вот денежки разделим и разбежимся Как море крылья Щенок Ты его смотришь? Собирайся быстро! А я так любила приезжать в этот загородный дом Бабушка с дедушкой всегда встречают и напекут пирожков Ягоды повсюду Очень хорошо там А чё ты о родителях не рассказываешь? Папу ни разу не видела, мама рано умерла Прости меня Привет О, сын, привет, давай присоединяйся Я поживу у вас Чё, с матерью поцапался? Да задолбала она меня со своим Манчестером Даже дядя Гоша не может ее успокоить Кто? Ну, этот, заместитель твой Игошин Они что, с мамой общаются? Хм! Так, и о чём они говорят? Деньги какие-то пирят Деньги Ну да А она ему говорит, что он от нее ни цента не получит Короче, пап Подпиши мне разрешение Я все равно от нее сбегу Анжела Викторовна Егорова? Нет, вы ошиблись Паспорт покажите, пожалуйста Ну, у меня самолет через два часа Зачем же обманывать, Анжела Викторовна? Поездку придется отменить Пройдемте с нами Садитесь Понимаете, я хотела решить все по-человечески Но с Егоровым это невозможно Он совершенно не отдает себе отчет, что должен нести ответственность за мать своего ребенка Анжела Викторовна, не надо лицемерить Некрасиво Нам известно, что вы сами сбежали от своего мужа с иностранцем Он вас бросил Вы захотели опять занять свое место у кормушки Получив отказ, решили отомстить Но я ни в чем не виновата Я вообще не понимаю, о чем вы говорите Пригласите, пожалуйста, наших дам и Колоскова Есть Анжела Викторовна Сейчас в отношении вас будет проведен следственный эксперимент Прошу вас сохранять спокойствие Гражданин Колосков, смотрите внимательно Вы утверждали, что узнаете менеджера Весты Плюс из тысячи лиц Есть ли она среди этих женщин? Есть ли она среди этих женщин? Ну, вот эта, похоже, только та блондинка была Минуточку Примерьте, пожалуйста Аккуратней, аккуратней, гражданин Колоскова Нам еще нужно ее показать Насчет денег не я буду решать Сами понимаете Вообще, подождите за дверью Будьте любезны Я тебя еще найду Я действительно не хотела его убивать Вы понимаете? Егоров, он отец моего ребенка Это все он Он хотел переводчицу на тот свет отправить Кто он? Егошин Он сказал, что я буду ни при чем А сам все сделал моими руками Понимаете? А теперь он уедет И прихватит с собой все деньги А что со мной будет? Не уедет Яков Семенович, ради всего святого Помогите мне ее найти Даниил! Возьми себя в руки Хорошо, что родители не видят тебя сейчас Яша Мама Войду с Басей погуляю Яков Семенович, я вас умоляю Я вас прошу Я жить без нее не могу Мне как будто воздух перекрыли Я вас прошу Просто скажите, где мне ее найти и все Я говорил с Леной Она приняла твердое решение И второй попытки не будет Может кофе? Даниил! Тише Послушай Каждый может ошибиться, я понимаю Вот адрес твоей беглянки Только ради твоего отца Золотой был человек Спасибо Так, а ну-ка бегом мыть руки Потому что готовить мясо Это не женское занятие И вообще, самый лучший повар, между прочим, это мужчины То есть, ты хочешь сказать, что я не умею готовить? Нет, ну почему? Ты исключение из этих правил Ну ты просто не знаешь некоторых секретов Так расскажи Нет Ну как? Ну почему? Ну тогда это не будет секретом Вот только если Если только что? Ну только если это не станет нашим семейным секретом Ну-ка дай ручки сюда Вторую Выходи за меня замуж Слепил еще было Ну ты прости меня Я пока что беден И на трех ногах Ну дай время Ты мне будешь как королева Дурак ты, Егоров Это самое лучшее кольцо, которое я когда-либо видела Там Давай не будем открывать А если это Яков Семенович, он обещал сегодня прийти Ну ладно Да Даня Что ты тут делаешь? Родная Я Прости меня, пожалуйста Я прошу тебя, я не могу без тебя Я засыпаю, просыпаюсь твоим именем Я не могу без тебя Уходи, пожалуйста Даня, уходи, Даня Познакомишь? Даниил, мой бывший муж Николай Оказывается мне уже замену нашла Да, ты такая же подлая стерва, как и все бабы Так, Даня, уходи Даня, уходи Уходи Коль Будь счастлива Я тебя никому не отдам Я тебя никому не отдам ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Иди сюда. В этом доме жил мой дядя. У него не было семьи. Я буду для него и племянником, и сыном. И здесь не хватало хозяйки, чтобы собирать ягоды повсюду и печь пироги. Прошу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»